Это была ночь и было весело. Северяне в очередной раз дружно и массово поддержали международную акцию «Ночь в музее». Для Кировского историко-краеведческого музея это уже пятая ночь. На этот раз она была посвящена Году экологии. «Береги свою планету, ведь другой на свете нету» – такой девиз выбрали сотрудники историко-краеведческого музея для этой ночи. Мероприятия в рамках нее были соответствующие. Традиционный фотосалон, где можно было запечатлеть себя в платье из фантиков и шляпке с полиэтиленом. Сумочка из кофейных упаковок, созвучный мультпоказ и творческие мастерские. Для активной детворы – тир. Особенностью уже стала экологическая акция. На призыв музея поучаствовать в экологической акции жители города очень активно откликнулись. Нам принесли уже вот столько батареек, нам принесли очень много макулатур. Мы всем благодарны, что жители думают не только о себе, но также об экологии нашего края. Праздник, который подготовили специалисты музейно-выставочного центра акционерного общества «Апатит» получился поистине грандиозным. Он собрал сотни участников и завершился за полночь. Своих гостей музейно-выставочный центр встречал с цыганами и медведями. Здесь же, рядом с музейным горничком, пританцовывал живой. Внутри, прямо с порога, полным ходом шла раздача лотерейных билетов и воздушных шариков. А на третьем этаже уже вовсю развернулась детская игровая программа, к которой мог присоединиться любой желающий. Волк и Красная Шапочка отправились с детворой в увлекательное путешествие, обещавшее немало приключений. А чего стоило на перегонки покормить друг друга и волком армеладками, тут же определились и с любимым героем праздника. Классная шапочка. Волк. У меня Красная Шапочка. Детям нравится, это главное. Мы с удовольствием пришли, почему бы не воспользоваться. Как у вас в машине? И как у вас настроение? Не жалеете, что пришли? Нет, не жалеем. Отлично, да, Сашенька? Волка покормила? Да. Понравилась? Да. Выбирали своего героя и посетители арт-салона, который развернула молодежная организация «Ао Апатит». Они на праздники уже по традиции выступили волонтерами. Мы традиционно разливаем, бесплатно раздаем глинтвейн безалкогольный для детей, для взрослых, также воздушные шары. Девушки у нас помогают проводить, так сказать, веселый досуг для детей. Жизнь в МВЦ кипела. Пока одни познавали тонкости гавайского танца, другие участвовали в викторинах и квестах и получали за это призы. Впечатления очень хорошие, конкурсы интересные, мне все понравилось, мы выиграли призы. Нам очень нравится, мы уже участвовали в викторине, выиграли чай, набрали много билетиков. Будем участвовать в розыгрыше призов. На улице все это время тоже скучать было некогда. Танцы, музыка, шоу мульных пузырей, конкурс рисунка самоваров, ну и, конечно, сам самовар. Огромный, блестящий и растопленный по старинке. Финальным аккордом стала музыка народов мира в исполнении Юрия Кругликова и Анатолия Грабчака, где любой желающий мог выбрать мелодию страны на свой вкус. А любители современных танцевальных направлений в это время в ходе мастер-класса осваивали брейк-данс. Судни положительных отзывов наших посетителей говорят о том, что ночь в музее у нас состоялась и удалась. Завершила программу выступления команды КВН «Регион-51», розыгрыш лотереи, в котором, несмотря на полночь, приняло участие множество народа и праздничный фейерверк. КВН «Регион-51»